Ребята, извиняюсь, что игра вылетела. Хотя, я думаю, игре нужно извиниться, но она не может. Она не умеет говорить. Ну, вы знаете, сталкер, вот такой сталкер, он... Он любит иногда вылетать. Бум. Вот те очистили чекпоинт. Вне КПП. Да, слишком тяжелая эта штука. Сильно пройдем снайперская. Что, я бы сам попользовался. Так, мне нужно выкинуть что-то. Выбросить... Нет. Да, я сегодня этим не буду пользоваться. Да выкинь это все нафиг. У меня денег полно. Я не думаю, что если я продам что-то там, все такое... Не знаю, я намного счастливее от этого не стану. Так, это ненужные патроны. Это ненужная аптечка. Патроны нам нужнее аптечек, ребят. Менты, бинтов не хватает, поэтому мы их будем брать. Я никогда не любил эту гранату. Так. Вот и все. Да, теперь задания еще не отмечаются как выполнены. Фигу. Короче, возвращаемся в бар. Нам есть с чем вернуться. Как-то фпс упал. То у меня было 250, теперь 46. Сталкер это странно. Вообще, игры иногда ведут себя странно. Ну, плевать. Играбельно, играбельно. Заткнись. Прямо нам идти спокойно, ребят. Хотя нет, почему же? Энергетик выпил и пошел. Что-то радиация. Энергетик выпил и пошел. Пофиг на радиацию. Это, видимо, нас останавливает, чтобы мы не лазили слишком высоко в горы. Какие классные деревья от радиации растут. Прямо залюбуешься, какое деревце. Ой-ой-ой. Ну, немножко поцарапало меня, ну, бывает. Вообще, я думаю, что, как в Скайриме, многое можно исправить через вот это вот, через дебаг консоль. Но, в принципе, я не хочу с этим возиться. В Скайриме возился, кстати, исправлял. Потому что там есть некоторые огрехи, которые можно только через консоль исправить. Продолжение следует... Продолжение следует... Нам нужно вот сюда отнести бульдог, вернуться, вернуться за наградой, мне кажется, исходя из данных этого радара, мне нужно вернуться за наградой практически ко всем, нет, ко многим, потому что я выполнил несколько заданий, так что да, вернуться, правда, надо. Не знаю, как в начале, ладно, к людям в баре, потому что просто ближе. Извиняюсь за контакт, вышел, забываю входить. Кстати, смотрите на канале The Walking Dead Season 2, ну это второй сезон игры, не путайтесь с сериалом. Сериал, кстати, я не смотрел ни разу ни одной серии, не знаю, что-то пытался посмотреть, я не знаю, я не люблю сериалы про зомби, не люблю, и фильмы тоже не особо игры, еще кое-как. Просто The Walking Dead от Telltale Games хороша не тем, что в ней не задерживайся, поэтому она мне так сильно и нравится, ну не то, чтобы так, прям сильно, но нравится. Я полз задания, работа, конечно же, ее нет. Подходи, Сталки, для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Я уже долго в цепи, еще не нашел. Моя информация может тебе пригодиться. У меня еще ночная звезда, откуда-то была. Подходи, Сталки, для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Мамины бусы. Вот всегда бы такая пылька была. Электрошок. Ночная звезда. А, это мне дал пыльстойкость. Да если бы еще хабар не хуже, не то бы на хабар. Зачем я каменный цветок, если есть... Если есть ночная звезда. Что у них совсем совести нету в этих... За неделю подошвы гоплык. Может, дядя за скелет? Может, дядя за скелет? Нет, не нужно. Не нужно. Не нужно. Мамины бусы идут сюда. Каменный цветок продадим. Вот дерьмо-то, а. День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. Ну, нормально, в принципе. Костюмчик бы купил, но, кстати, денег нет. Ну, не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть, что интересно. Проходи, не задерживайся. Проходи, не задерживайся. Женок у меня нет артефакта какого-нибудь, который увеличивает переносимый вес. В любом случае, нам надо к долгу. На базу. Но если в этот раз вы не будете по мне стрелять, я же как бы с добрыми намерениями. Вот разница долга со свободой. Долг чужаков не пускает. Свобода пускает всех. Нам тут, видимо, ничего не прятали. Или прятали, но это уже украли. Вроде из ящиков этих не воруют. Вернее, из них ничего не исчезает. На то они тут стоят. Сколько, черт возьми, охраны? Здравствуй, брат. Говори, зачем пришел. Сбогойно. Это я тестировал. Нельзя шариться, нет? Да, вот бульдок 6. О, хорошая работа, Сталки. Это как раз то, что надо. Ну что, Меченый, ты выполнил мою просьбу. Награду можешь взять себе вот этот костюм. Думаю, тебе понравится. Понравится. Мачага задания выполнена. А это, наверное, он просил хорошее оружие. Ну, в любом случае. Мне все равно. Так, хорошо. Дам мне костюмчик, который еще лучше. Вот это костюм. Такой не покупаешь? Че стоишь? Выкладывай, зачем пришел. В любом случае, нужно отдать старый костюм. Который весит 7 килограмм. Сталкиры, если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть. Место, где можно хорошо выпить и поговорить. Место, где вам всегда подскажут, как подзаработать. Подходите в бар 100 рентген. Мы всегда рады новым посетителям. Больше заданий не будет, по-моему, пока я не подружусь с какой-то из фракций. Если можно ни в какую не вступать, никто не обязывает. Старый молодой долген, что иду в подзаработку. Вдруг старый фонарный весит, и все потом говорит молодой. И все, и все, и все, и все, и все, и все, и все. Нам надо в бар. Извиняюсь. Так, что же мне продать такого не нужно? А, так, вот это. А, на всякий случай. Пусть он ему практически ничего не дает, но... Блин, нам слишком тяжело не идти, поэтому придется выкинуть эти аптечки. Придется. Вот как отлигнул 45 килограмм. Тебе сюда нельзя. Проходи, не задерживайся. Выполнение опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. Заинтересованным подходи в бар. Нам надо на склады. Так, идем на склады. Так. Все, нам, нам пора туда. Сторожа от места до сих пор. Надо проверить, он там жив или... Ну, то есть, знаете, он навсегда умер или как-то живет когда-нибудь. Это странно, ожидать от кого-то мертвого, чтобы он ожил, но... Никогда не знаешь. Влад бомж. Ну, и череп умер. В общем, это нарушает цепочку квестов, все остальное. Я вот даже не знаю, как переключать задания. Ладно. А, да, точно, в журнале. А, нет, в контакт, как-то можно... А, задача, точно. Вот, как вернуться к черепу. Антистрелка, убийца стрелка. Гравий я пока еще не нашел. Где же нужно встретить проводника? Да, кстати говоря, нужно встретиться с проводником. А теперь музыкальная пауза. А наружу долговцы где находятся. Это что же за место такой янтарь, а темная долина. Нифига, куда он его стащил? Ну, не знаю, что ли может пойти к проводнику, потому что проводник это важная часть истории, ребята. В принципе. Поэтому я пока что поставлю на паузу, чтобы вам не смотреть, как я банально хожу по локациям. И комбуем у проводника. Ну и продолжим. Так, все. Итак, мы уже почти у проводника. Почти. Я облегчился, причем сильно. 7 килограмм у нас теперь есть в запасе. Какой-то проводник уж очень знакомый. А, да, это и есть проводник. Мне нужно встретиться с доктором. Смотри-ка, ты откуда знаешь о докторе? Я послал призрак, помоги мне срочно связаться с доктором. Меня... Так, да, так бы сразу и сказал. Доктор в тайнике, группа стрелка. Если ты тот, за кого себя выдаешь, то место знаешь сам. Спасибо. Место знаешь сам. Ну, я не знаю место. Можно на агропром пойти. Тут место случайно не отмечено. Это бы сразу в разы упростило мою задачу. Раддар, давайте пойдем к задачам. Вернуться к черепу. О, все, красную метку сняли. Наконец-то. А, вот, какая надо ставить. Убить стрелка. Найти стрелка. Уничтожение в лагере. Убить сталкера. Убить сталкера. Ну, надеюсь, теперь ты будешь указывать мне на агропром. Говорит, с поваром уже было. Блин. Что-то упоминаем, это карта и правда неудобно. Ладно, нам на свалку и на агропром. В принципе, это не обязательно. Вот, идти говорить с доктором. Это, в принципе, все не обязательно. Но, это откроет небольшую часть сюжета, ребята. И изменит концовку. Поэтому, да, это стоит сделать. Но это не обязательно. То есть, если вы этого сейчас не сделаете. Если вы не поговорили бы с проводником. И не пошли бы на агропром. В принципе, ничего бы не изменилось. То есть, если вот я сейчас не пойду на агропром. Развернусь. Пойду отключать выжигатель мозгов. В принципе, суть не изменится. Если оно... Ну, игру вы сможете завершить. Просто другие концовки будут. У меня, я не знаю, концовки 4, по-моему, открывал. В свое время. Пока что давайте пойдем на свалку и на агропром. Путь скучный. Я не знаю. Я, честно говоря, плохо понимаю ярых фанатов сталкера. Я понимаю плохо людей, которым он нравится. Мне он тоже нравится. Причем. Очень даже нравится. Но. Вот именно фанатов я плохо понимаю. Которые готовы играть в него, не знаю, целыми днями. Смотреть видео, как кто-то играет в сталкер. Я их плохо очень понимаю. Я... Я понимаю, как можно так долго. Это же не стратегия какая-то. Я боялся там в Сивилизацию пятую играть. Там каждый раз как первый. Черт возьми, тут всех убили. Что случилось с нашими? Черт возьми, только то я ощущаю, что какое-то массовое... Какое-то массовое заболевание прошло по зоне и просто перебило кучу народу. Они так с бандитами дерутся. Ну вот. Сталкерам помогли. Ну, все-таки уровень радиации вы издеваетесь. По-моему, таблетки есть. Да, но все равно я могу подойти к краю зоны. Вернее, к краю уровня. Что-то подвес... Вот местами подвесает игра, не знаю почему. Что-то возьми, я не знаю, с чем и с прожектором там бегают. Опять защитить? Нет, спасибо, я в другом. А, уже провалил. А, ну ладно. Ну, это другое задание провалил. В любом случае, мы бежим сейчас по основному заданию. Вы выполняете дополнительные мелкие, уже смысла немного. Денег и так полно, броня и так хорошая. В принципе, жить можно, идти и... Не знаю, что-то же можно. Поэтому, исходя из этого, не вижу смысла. Выполнять повторяющиеся доп. задания. Вернуться за наградой. Да хватит. Что он меня все туда переключает? Наверное, из-за того, что отметено здесь. В принципе, нет. Так, я помню, в принципе, куда идти. Где-то за этим... Вот за этим зданием. Где-то тут проход имеется. Надеюсь, там нет военных. Что-то глаз послышал. Ай, у тебя там перестрелка. Что-то мне им касается это. Вот это бы я еще выполнил, кстати говоря. Возьми, что-то возьми. Броню мне царапаешь. Что-то тебе стало спокойно. Все, ребята, почти. Тут уже вообще два шага. Да, нам, видите, даже стрелка-указатель. Тут уже есть. По сути, нужно прийти туда же, где мы были раньше, ребята. Да, и абсолютно ничего не поменялось. Что-то возьми. Ну, с нашим хорошим костюмом уже спокойно все это перезарим. Что-то возьми. Правосос. Да, сейчас-то все очень просто. Черт возьми! Вот как мы раньше не попали в эту растяжку. Верно. Это просто иллюзия, которую наводят из некой лаборатории рядом с саркофагом. Известно, что никто из добравшихся до Монолита не возвращался. Похоже, они там и погибали. Так вот, пока тебя не было, я раскопал информацию. В общем, так. Есть декодер для открытия двери, ведущей к системе управления Монолитом. Декодер спрятан в тайнике на Припяти. Координаты тайника и ключ к нему я тебе даю. Возьмешь декодер, найдешь в саркофаге нужную дверь, а там... Ну, а там... По обстановке. Судя по всему, это единственная возможность пробраться к настоящей тайне зоны, которую ты всегда пытался разгадать. Это все, Стрелок. Теперь пришло время прощаться. Мне надо залечь на дно. Но я буду тебя ждать. Удачи. Тайник на Припяти, значит. И я вначале чуть-чуть проговорился, но я Стрелок. Да. Так и есть. Я понимаю, это главный вход, но... Им пользоваться нельзя, поэтому придется использовать это. А вот все, все, лезем. А вот все, все, лезем. Черт возьми, твари, успокойтесь. Блин, наиск. Какие естественные.